Имена сохранились в истории еще мастеров 18 века. И что примечательно, что в живописном образце в приборной церкви Екатерининского дворца есть достаточно много изображений наших национальных русских святых. Например, здесь, по направлению моей руки, иконы с изображением князя Владимира. Да, теперь вот справа, по правилам, это Владимир Владимирович Екатерининский. И первая, по правилам, это Антоний Печевский, это основатель нашего русского монашеского. То есть такая вот специальная тема, потому что она изучала эти иконы. Вот, теперь мы находимся на втором этаже, но вот именно здесь всегда находилась императорская семья, член императорской семьи во время бухослужения. Пока я не забыла еще один интересный момент. Вот если вы посмотрите, значит, перед собой, то увидите зале такого вот желто-белого цвета. Это здание было пристроено ко дворцу по распоряжению Екатерины Второй. Назывался этот лейбель Великопняковским. И по замыску Екатерины Второй, она следующая будет поленка дворца после Елизаветы Петровны, что там будут проживать ее внуки, так как были проблемы уже возрастные, и тяжело было, опять-таки, проживать заходить во дворец, что дома не было последнего Ева, только утро, что это здание не было построено, чтобы церковь, соответственно, эта самая церковная часть дворца, точка, соединялась с переходом. Ну и этот переход уже в дальнейшем, как вы нам уже представляете, что будет в дальнейшем в этом здании лица, и будет открыт по указу императора Александра I, 1811 год. А вот на переходе у лицеистов была библиотека. Лицеистов всегда приглашали на обедню, на благослужение, естественно, в те времена, в те дни, в периоды, когда здесь в старшем теле находилась и здравоохранительная семья, и вот они, по практике, переходили в ходный переход, в библиотеки, в двери за партией, и вот как-то пересекали это в расстанках, под их в ходу уголочком, и в старшем, в библиотеки, и там посидели в усоведении, когда было, ну, условно, таково, разведенное место, и они выходили с нами. Здесь очень красивая традиция в царском селе. Всех деток, членов интерапорской семьи, которые мы остались в царском селе, и крестили в придворной церкви Екатерининского дворца. Здесь крестили будущего императора Николая I, он родился в Екатерининском дворце. Здесь же крестили будущего императора Николая II. Здесь отривали императора Александра I. После его смерти, во время путешествия, когда народ его тело, привезут обратно в царское село. Здесь различные торжественные мероприятия проходили, даже послужения, молебны, читались по поводу различных важных событий в жизни членов императорской семьи. И вот об одном нужно вспомнить. Это 1768 год. Малебин был отслужен в связи с выздоровлением Екатерины II, а ее недомогание было связано с тем, что она сделала первое, вообще первое в России у нас, прививку от Оспы. То есть вот таким образом было отмечено это событие. И в те времена, когда здесь заходили в царском село, на терапевтической семье, обязательно в этот день проходили торжественные богослужения. А церковь, кстати, была освящена во имя Воскресения Христова 30 июля 1756 год. И вот.